МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Новый год, новые цены. Что и насколько подорожают, смотрите через несколько секунд. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пасынок убил отчима. Праздничное застолье переросло в драку. Подробности происшествия сегодня в выпуске. Миллион долларов и пояс чемпиона. На родину вернулся дагестанский боец Магомед Киринов. Зарплаты бюджетников вырастут в 2019 году. Они будут проиндексированы с 1 октября на 4,3%. Об этом заявил министр труда Максим Топилин. По словам чиновника, чтобы сохранить соотношение средней зарплаты с окладом учителей, врачей, научных и социальных работников, регионам выделят дополнительные 100 миллионов рублей. Также министр заявил, что не может назвать конкретный размер и сроки повышения зарплаты. Все зависит от ситуации в конкретном регионе. В свою очередь он добавил, что в этом году правительство ожидает более медленный рост реальной зарплаты россиян по сравнению с прошлым. Если повышение зарплат пока еще в перспективе, то рост цен на основные продукты питания не заставила себя ждать. Как сообщает аналитический центр при правительстве России, в связи с повышением НДС, важнейшие продукты питания снова вырастут в цене на 10-15%. Это молоко, хлеб, яйца, мясо, сахар. Крупы и бобовые, овощи и фрукты и подсолнечное масло подорожают не более чем на 5%. При этом эксперты убеждены, что потребителям не стоит волноваться из-за повышения налога. На социально значимые товары сохранится льготная ставка. А рост стоимости потребительской корзины будет в основном зависеть от цены на бензин и урожайности. Дагестан получит средства из федерального бюджета на бесплатные лекарства для льготников, а также на лечебное питание для детей и инвалидов. Всего регионам России в 2019 году выделят более 31 миллиарда рублей. Из них Дагестан получит 260,5 миллионов. Стоит отметить, что у республики Татарстан на эти же цели будет выделено более 1 миллиарда рублей. В Абайуртовском районе пасынок убил 45-летнего отчима, сообщает МВД Дагестана. Как стало известно, драка началась после большого количества выпитого алкоголя. То, что отчим мертв, подозреваемый понял только на следующее утро. Молодой человек сразу попытался скрыться, однако по горячим следам он был задержан за пределами республики. В оперативных сводках Александр Пономарев числился как рецидивист и был неоднократно судим. Следствие продолжается. Парню грозит длительный срок в колонии. Он ему ударил, он встал, наверное, хотел тоже меня ударить. Я ему еще раз ударил, он упал. Во время падения он ударился? Во время падения он об тубочку ударился головой, взял за ноги, вытащил на улицу, положил, зашел домой спать. Рамазан Джафаров проверил строительство здания ситуационного центра. С ходом работ вице-премьера ознакомил министр МЧС Нариман Казимагамедов. Джафаров напомнил о сроках завершения работы. Это март 2019 года. Напомним, что в строении с площадью более 3000 квадратных метров будут размещены Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД, служба вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, Центр управления в кризисных ситуациях, а также аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». В Махачкалинском аэропорту появится новая взлетно-посадочная полоса. Подготовка к ее строительству начнется уже в этом году. Длина полосы составит 3 километра и 400 метров. В свою очередь планируется расширить перрон до 40 стоянок для самолетов, построить новую аварийно-спасательную станцию и обновить электрические сети. Добавим, что в конце года также будет введен в эксплуатацию новый терминал аэропорта для обеспечения международных перевозок. Все эти изменения будут реализованы в рамках второго этапа реконструкции. Движение железнодорожного транспорта на участке обрушения моста в Буйнахске восстановлено. По информации Минтранса Республики, движение поездов уже открыто. Напомним, ЧП произошло 25 декабря, в ходе которого пострадали 3 человека. В свою очередь правоохранительные органы сообщили, что причиной обрушения стало нарушение правил строительства. В настоящее время на месте работает бригада из 60 человек. И другим новостям. На территории Духовного центра имени пророка Исы в рамках акции «Зеленые километры» проводится масштабная посадка деревьев. В будущем здесь планируется создание парковой зоны. Ежедневно сюда приходят из разных уголков республики, чтобы внести свой вклад в озеленение города. Побывал на месте проведения акции и наш корреспондент Абдул Алиев. Примерно месяц назад стартовала акция «Зеленые километры», инициированная главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым, в ходе которой в разных муниципалитетах республики была произведена массовая посадка деревьев. Поддержали и продолжили акцию представители Духовного центра имени пророка Исы. Здесь будет раскинута огромная парковая зона. Ежедневно, чтобы принять участие в акции, сюда приезжают люди с разных районов республики и сажают деревья. Сегодня в этой акции приняли участие представители компании «Визаж Холл». Они взяли на себя одну часть, где-то 5 соток, и здесь они посадили разные деревья. Как они утверждают, для них это вклад в экологию Республики Дагестан. Я думаю, такая территория, огромная территория, которая собирается озеленяться здесь на территории города Махачкалы. Это единственная такая большая территория. Это в будущем будут как легкие города. У нас и так проблемы с парками в городе. А тут такая инициатива. Мы не могли пройти мимо, не поучаствовать в этом. Хотел бы еще призвать наших предпринимателей города, чтобы они тоже поучаствовали в этом богоугодном мероприятии. Очень хорошее мероприятие, тем более есть возможность, где себя проявить, где, ну, это же дерево, это все-таки будет. Мы проживем маленький срок, а деревья проживают больше, и поэтому, я думаю, это хорошее след они оставят после себя. Мы озеленяли в данном случае небольшой сквер площадью 470 квадратов. Посадили сегодня здесь 15 голубых елей. У нас здесь очень красивая сосна, бонсай, потом райские яблони и прекрасный такой дуб, триколор тоже, который будет весной выигрышно смотреться в этой композиции. И многие другие растения. Напомню, что строительство духовного центра все еще продолжается. Поистине, это народная стройка, и любой желающий может принять в ней участие и внести свой вклад в это богоугодное дело. Внести свой вклад в возведение этой мечети. Абдулла Алифь, Ислам Халиков, телеканал ННТ, Махачкала. И о спорте. На родину вернулся дагестанский боец Магомед Магомед Керимов. Напомню, что в новогоднюю ночь в Нью-Йорке спортсмен стал победителем первого сезона профессиональной бойцовской лиги. В аэропорту Махачкалы чемпиона ждали сотни болельщиков. В их числе был и мой коллега Курбан Рагимов. Ему слово. Этот чемпионский титул – результат упорного труда и самоотдачи. В бойцовской лиге Магомед Магомед Керимов за полгода провел пять победных поединков. Этот отрезок времени выдался самым насыщенным в карьере бойца. Радость победы вместе с чемпионом разделяли сотни людей – родственники, друзья и многочисленные болельщики. В ту ночь они все за миранием сердца следили за финальным поединком. Магомед Керимов их не подвел. Победа удушающим приемом. В аэропорту чемпионы устроили торжественный прием. Я хочу устроить здоровье, чтобы он в дальнейшем, в дальнейших годах, те традиции, которые заложили в его друзьях, внес. Это дух, это казахстан. За этой победой стоят годы усердных тренировок. Последние шесть месяцев прошли в Соединенных Штатах Америки. Там Магомед Керимов и готовился к боям. Весь тернистый путь вместе с ним прошли его друзья и спарринг-партнеры. Весь труд, который он прикладывал, проходя этот тяжелый труд, его никто не видит. А в это время я находился на сборах с Магомедом, так как я и сам участвую. Молодец он, молодец. Я видел, как он трудится, видел, как он полностью выкладывается, как он соблюдает режим питания, вовремя сон. То же самое и Рашид. За это время, естественно, он набрал формулу, набрал опыт, много для себя познал новое. И, соответственно, к этому бою подошел максимально, как можно лучше. В плане психологически, в плане физически, в плане морально. Так как поддержка тоже здесь огромная была, до финала человек дошел, мотивация есть, большая сумма денег. Как потратить чек на миллион долларов, боец еще не решил. Почевать на лаврах Магомед Керимов не намерен. После заслуженного отдыха он вернется в зал и попытает счастье во втором сезоне Гран-при. Напомню, что помимо него в финале турнира бились еще двое дагестанцев. А на фамилии Рашид и Абусупьян Магомедовы в своих поединках уступили. Курман Рагимов, Магмед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова